друзья всем привет с вами orax тема сегодняшнего видео forge forge это тот же самый автоматик но у него есть существенные изменения системе генерации на rtx видеокартах forge работает быстрее чем обычный автоматик и если у вас с rtx видеокарта и видеопамяти у вас немного то есть меньше 12 гигабайт то вы получите существенное ускорение в генерации особенно на sdxl моделях если у вас видеопамяти много там видеокарта 40 90 40 80 40 70 16 гигабайтами видеопамяти то производительность вы получите стабильно плюс 58 процентов я сравнивал forge своей сборкой портабельной которую выкладывал недавно и моя сборка работает быстрее чем обычный автоматик примерно процента на 3 на 5 так вот forge работает еще быстрее даже на моей видеокарте 40 90 так что смысл установки forge в общем то есть для тех кто арендует железо в облачных сервисах и арендует там видеокарты tesla то ставите forge там смысла нет потому что работать он будет медленнее чем та же самая моя портабельная сборка автоматика forge себя хорошо показывает на rtx видеокартах и показывает производительность свою повышенную за счет меньшего потребления видеопамяти сегодня вы узнаете как установить forge на свой компьютер какие в нем есть дополнительные расширения уже предустановленные и как они работают ну а также бонусом будет моя настроенная портабельная сборка на forge в моей сборке будут предустановлены все расширения которые обычно ставлю своих сборках это реактор a detailer canvas editor remove background aspect ratio interrogator в общем-то и другие расширения мою сборку вы по традиции можете скачать бесплатно из телеграма или с бусти с дополнительными ссылками на разные control нет модель лора и так далее для тех кто не понимает о чем я сейчас говорю для вас у меня есть системный курс по автоматик 4 единицы которые я продаю только на канале стейблдив точка ру что же давайте начинать поехали для установки форш вам нужно перейти по вот этой ссылке ссылка это будет в описании под этим видео а также на густе потом прокручивать эту страницу немножко вниз и находите здесь вот такой вот заголовок installing forge то есть установка forge здесь прям вот такая вот большая ссылка есть click here to download click package то есть скопируйте этот пакет и установите forge нажимаем вот сюда вот и скачиваем архивчик у вас скачается вот такой вот архив по нему нажимаете правой клавишей мыши выбираете 7zip и выбираете распаковать я вам рекомендую установить 7zip его можно скачать с официальной странице разработчика 7zip.org и можно им пользоваться бесплатно и он будет стабильно без всяких вирусов нажимаете распаковать ставите галочку устранить дублирующую корневую папку если таковая папка там есть и нажимаете ok у вас начинается распаковка как только все распаковалось я вам рекомендую сразу поменять имя этой папке например можем назвать ее forge заходим теперь внутрь этой папке и давайте теперь сюда закинем хотя бы какую-нибудь модель дело в том что если вы не закинете сюда не одну модель то у вас автоматом скачается модель базовая 1.5 она генерирует не очень хорошо а весит 4 гигабайта поэтому смысла в ее скачивание никакого нет поэтому переходим в бьюзу бет переходим в models переходим стей был диффьюжен и вот сюда вот нужно положить какую-нибудь модель я помещу сюда две модели одну модель 1.5 риберит версии 3 и вторую модель помещу sdxl realvis xl v3 теперь возвращаемся в корневую папку forge и здесь нам нужно запустить файл run дважды по нему щелкаем и дожидаемся пока скачаются установятся нужные пакеты нужные пакеты скачались установились буквально за минуту у меня открылся вот такой вот веб-интерфейс заметьте web ui user bet я вообще не настраивал на автомате у меня запустилась этот вкладка в браузере и давайте листанем вниз посмотрим какие у нас параметры веб-интерфейса xformers у нас не установлен torch у нас стоит 2.1.2 и qdn у нас стоят 12.1 открываю папку web ui листая здесь ниже и нахожу вот такой файл web ui user bet если у вас не показываются вот эти вот расширения бат то их можно исключить вот здесь вот параметры здесь выбираете вид здесь убираете вот эту галочку скрывать расширение для зарегистрированных типов файлов и нажимаете применить в этом случае у вас будут показываться расширение теперь нажимаем по вот этому файлу правой клавишей мыши нажимаем изменить обратите внимание что вот эти вот вещи собака рэм это комментарии то есть вот эти строки закомментированы но вы можете здесь прописать путь к вашему автоматику то есть прям полный путь прям берете вот так вот находите где у вас автоматик и прям полностью к его корневой папке берете этот путь и вот сюда вот его прописываете дальше можете прописать к папке венф пути то есть если дальше если раскомментировать вот эту строку то вас открывается папка венф для форджа если раскомментируете вот эту строку то вас открывается команд-лайн если раскомментируете вот эту строку то вас команд-лайн вот эти вот ключи все будут браться из вашего установленного автоматика если раскомментируете вот эту строку то вас будут браться модели из вашего установленного автоматика если раскомментировать вот эту строку то у вас будут браться HyperNetworks модели, то есть обученные модели вашему лицу, скорее всего, из вашей папки автоматика. Если я эту, то это эмбейдинги из вашего автоматика будут браться. Если раскомментируете эту строку, то будут браться лоры из вашего автоматика. Я же вот этой системой не предпочитаю пользоваться, я пользуюсь символическими ссылками. Как пользоваться символическими ссылками, вы можете найти это видео у меня на YouTube-канале. И теперь еще одна очень важная деталь. Не запускайте портабельные версии автоматика с помощью WebUseBet. Если вы хотя бы раз запустите, то, скорее всего, вы просто сломаете автоматик. С моей сборкой портабельной то же самое, и с Forge здесь то же самое. То есть запускаете отсюда, он у вас превращается в обычную сборку, и, в общем-то, скорее всего, он у вас вообще не запустится, просто сломается. Поэтому выходим обратно в корневую папку и запускаем вот этим вот файлом RunBud. В общем-то, скорость генерации вот такая. Вот 5,5 секунд. SDXL модель 1024 на 1024. Но в реальности у меня скорость быстрее, то есть там примерно 4,7 секунды, просто сейчас у меня задействованы видеокарты еще в других процессах. Давайте рассмотрим, что в сборке Forge изначально из коробки есть. Здесь есть настроенное меню Quick Settings, вот эта вот верхняя часть. Здесь Wire добавлен, и Click Skip уже вынесен тоже. Здесь добавлено расширение Stable Video Diffusion, вот эта вот вкладка. Но для нее нужно скачать специальные модели SVD. Ссылку на эти модели я дам на Boosty. Вот так вот выглядят эти модели. SVD.SafeTensors. Достаточно, в общем-то, вот этой вот одной модели SVD просто. Весит она 10 ГБ. Расположить ее надо вот по такому вот пути. Forge WebUI Models SVD. То есть для нее есть специальная отдельная папка в папке Models, видите, SVD. Вот здесь. Переходим обратно в автоматик, нажимаем Refresh, чтобы обновить модели. И выбираем здесь SVD. Настройки давайте оставим все по умолчанию и нажмем Generate. С настройками по умолчанию получается вот такая вот анимация. Тут она, конечно, от генерации к генерации будет разная, но, в общем-то, не блещет она здесь качеством, потому что в Conf.UI, насколько я помню, Stable Video Diffusion работал лучше. Вот, но, тем не менее, это расширение сюда добавлено. Если мы вспомним, то в обычном автоматике возможности добавить SVD в автоматик не было. И, в общем-то, этого расширения там никогда не было. Но сейчас разработчик Forge заявляет, что именно в его интерфейс Forge можно добавлять теперь вот такие вот сложные расширения буквально 100 строчками кода. И добавление вот таких вот сложных расширений в автоматик Forge становится теперь возможным. И поскольку сюда можно теперь добавлять сложные расширения, добавили еще расширение для построения, в общем-то, 3D-проекции основного изображения. Называется Z123. Сюда я закидываю изображение с однотонным фоном. Для Zero123 нужна тоже специальная модель StableZero123. Вы ее можете найти в интернете или посмотреть ссылку у меня на Boosty. Давайте покажу, куда эту модель нужно положить. Эта модель располагается по такому пути Forge WebUI Models Z123. Здесь тоже специальная папка для этого расширения. В общем-то, в Models Z123. И вот сюда вот располагаете эту модель. Весить эта модель тоже немало, 8,5 гигабайт. Я не буду врать, результаты здесь не особо шикарные, но я так понимаю, что перспективы у этого расширения тоже есть. В общем-то, вот такое изображение. Здесь я выбираю, на сколько градусов по азимуту развернуть эту модель. В общем-то, это изображение превращается в какое-то подобие модели. Она разворачивается, и мне показывается, как эта мышь будет выглядеть сбоку. Возможности пока сохранить именно саму модель пока нет. Обратите внимание, что здесь разрешение изображения 256 на 256 пикселей. Пока вот с такими вот параметрами работает это расширение, но тем не менее она работает. То есть результаты, в общем-то, какой-то есть. Если расширение будет перспективное, то, я думаю, его лучше, и качество здесь будет лучше. Здесь я выбрал метод Hewn. По умолчанию здесь другой. Эллер, по-моему, стоял. И, по-моему, я поменял азимут на 57 градусов. Да, остальное я не трогал. Единственное, си-то минус 1 поставил, чтобы он был случайный, и пару раз генерировал. Вот получилось вот такое-то изображение. Давайте смотреть, что у нас здесь есть еще. Здесь у нас есть интегрированный Control Net. Давайте его раскроем. Он здесь выглядит немножко по-другому. То есть у нас вот эти вот вкладочки, они друг за другом расположены, видите, снизу. А не так, как вот мы привыкли в ряд вот здесь. Мне кажется, в ряд все-таки было бы удобней. Давайте я покажу, куда нужно закачивать модели Control Net. Это папка Models и папка Control Net. То есть вот сюда вот вы должны поместить все модели Control Net, которые вы скачаете. Где взять модели Control Net? Вы их можете найти в Цветае, можете найти на Hagen Face, а можете найти ссылки у меня на Boosty, потому что на Boosty я прям прилагаю хорошие паки вот этих вот Control Net и для SDXL моделей, и хорошие сжатые модели для 1.5 с правильными именами, чтобы они у вас автоматически фильтровались, когда вы будете вот здесь вот нажимать. Еще в Forge сделана классная удобная штука. Здесь в папке Models находится и припроцессор для Control Net, потому что в обычном автоматике припроцессор находится в Extensions. И если у вас какой-то сбой произошел, вы хотите обновить Control Net, у вас удаляются и все припроцессоры. А припроцессор весит иногда очень много, то есть там по 3 ГБ есть модельки припроцессоров, есть по ГБ. И в общем-то, если вы их там все наскачиваете, то набегает достаточно большой объем данных, поэтому каждый раз их так перекачивать неудобно. А здесь они отдельно вот так находятся в одном месте, то есть отдельная папочка для припроцессоров. Здесь в Control Net есть некоторые опции, которых нет в обычном автоматике. Есть вот эта вот кнопка Blur, здесь на автомате выставляется припроцессор Blur и модель Tile. В автоматике там, по-моему, есть возможность через Tile вот это все выбрать, но именно вот такого вот отдельного фильтра Blur нет. Потом здесь есть у нас Instant ID, но в автоматике он тоже появился. Здесь есть еще Photomaker, а вот в автоматике его, по-моему, до сих пор нет. Но больше всего мне здесь понравился припроцессор в Depth. Если мы выберем Depth и раскроем припроцессоры, здесь у нас есть новый припроцессор, Marygold называется. Давайте его сейчас выберем. Давайте сейчас добавим вот эту вот мышь, оставим вот этот вот промпт, сгенерируем и посмотрим, как отработает припроцессор Marygold. И вот такая вот генерация получилась, но давайте посмотрим на карту глубины. Вот такая вот карта глубины с помощью Marygold получается. Это очень детальная карта глубины. Она гораздо детальнее, чем карта глубины Anything. И, соответственно, результаты генерации с ней тоже достаточно качественные. Теперь, что касается Photomaker и Instant ID. Это генераторы с референсным лицом, причем Instant ID более свежий, чем Photomaker. И на Instant ID я делал отдельное видео. Оно у меня есть на YouTube, поэтому смысла здесь рассказывать про него нет. Можете просто посмотреть это видео. Она достаточно тоже интересная. В Control Net у Forge есть вот такая вот опция Use Mask. Давайте ее откроем, посмотрим, что это такое. Сюда мы можем просто закинуть готовую маску, но можем ее нарисовать. Мы можем вот так вот взять нижнюю часть, выделить. И в этом случае у нас будет браться маска только по нижней части вот этой вот. Смотрите, сейчас вот такое у нас изображение, то есть верхняя часть тоже взялась там с очками. Давайте еще раз генерируем, посмотрим, что получится. И смотрите, теперь у нас нижняя часть сгенерировалась по вот этой вот карте глубины, как мы закрасили маской вот примерно до суда. Вот она маска. А верхняя часть у нас сгенерировалась по промпту. Здесь нет очков, которые было на предыдущем изображении. То есть это вот полноценная обезьяна, но поза, получается, вот эта сохранилась благодаря тому, что мы замазали вот этой маской. Давайте перейдем в обычный автоматик, посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас тоже есть Use Mask Upload, но сюда можно только загрузить какую-то маску. Ну, к примеру, давайте вот так вот. То есть мы здесь рисовать, видите, не можем, в отличие от Forge. Давайте теперь посмотрим на вот эти вот дополнительные функции, которые есть в Forge. Вот эта вот функция Style Elegant позволяет в режиме Batch Size, то есть, например, если мы поставим Batch Size больше единицы, сделать похожее по стилю изображение. Но, на мой взгляд, это работает не очень качественно. Теперь следующая опция Save Attention Guidance. Это руководство повышенного внимания или, в общем-то, просто повышенное внимание. Вот сейчас это изображение сгенерировано без Safe Attention Guidance. Теперь давайте его включим. Я немножко повышу здесь Scale и еще раз генерирую. Теперь получается вот такое вот изображение. Давайте их сравним. Слева изображение сгенерировано без Safe Attention Guidance, а здесь Safe Attention Guidance. Здесь более детальное изображение, на более правильной, более аккуратной линии. И даже заметно, что на зданиях сзади окна более ровные, более правильные. Причем на скорость генерации это сильно прям не влияет. И вот эту опцию я точно рекомендую, ей можно пользоваться. Давайте теперь выберем модель 1.5 и повысим разрешение изображения до 1024 на 1024. Это нехарактерный размер изображения для модели 1.5. И если мы сгенерируем, то мы получаем вот такое вот деформированное изображение, то есть с нарушенной анатомией. В общем-то неправильно, еще часто появляются там двойные головы, двойные объекты. И вот Kochia Hi-Ris Fix — это расширение, которое позволяет от этого избавиться. Мы просто его включаем, еще раз генерируем, и получаем вот такое вот качественное изображение. Здесь нет никаких сдвоенных объектов, нет никаких деформаций. В общем-то нормальное изображение намного лучше, чем без Kochia Hi-Ris Fix. Поскольку SDXL модели и так работают хорошо в большом разрешении, то особого смысла с SDXL моделями применять это расширение нет. А вот для модели 1.5, особенно у кого мало видеопамяти, вполне можно использовать вот Kochia Hi-Ris Fix на моделях 1.5, чтобы сразу прям с первой генерации получать качественное детальное изображение. HyperTile — это опция появилась в автоматике с версии 1.7. И здесь есть возможность ее включать-выключать вот таким вот расширением. Эта опция немного влияет на скорость генерации, не сильно, вот. И причем на тех видеокартах, где мало видеопамяти. Изображение, в общем-то, сильно не меняется, практически таким же остается. Расширение FreeU отвечает за качество выборки. Если мы перейдем на страницу разработчика, ссылку я дам в Boosty, то здесь есть параметры вот такие вот. Для модели SDXL желательно выставлять вот такие вот параметры. И на этой же странице вы можете посмотреть вот такой вот ролик, который показывает возможности этого расширения. То есть что оно, в общем-то, делает. Это расширение делает изображение более правильным, более аккуратным. Я на странице для модели SDXL посмотрел вот эти вот параметры. И эти параметры, в общем-то, вот сюда вот выставил. В итоге у меня получилось вот такое вот изображение. Покажу изображение без вот этого вот расширения. Выглядит оно вот так вот. А вот с этим расширением, с настройками под SDXL выглядит вот так вот. Из того, что я заметил, в промпте у меня прописан Solid Background, то есть однотонный фон. И здесь, в общем-то, изображение больше подходит под промпт. Здесь действительно фон однотонный. А вот на моем изображении, которое было без вот этого расширения, фон не однотонный. В общем-то, обязательно попробуйте это расширение. Мне кажется, достаточно интересное. Пока я записывал этот ролик, я понял, что здесь не хватает части опций, которых я до этого видел. Почему? Потому что я забыл вам сказать, что нужно было бы обновиться. То есть нужно нажать сначала Update, а потом запускать Run. Но ничего страшного, то есть можете это сделать и потом. После того, как вы обновитесь, у вас появятся дополнительные опции, и некоторые расширения будут работать лучше. Вот, например, Style Aligen стало работать лучше после обновления. То есть до обновления оно работало хуже. Сейчас оно вот уже более-менее такие вот нормальные изображения выдаёт. Напомню, что расширение Style Aligen, вот это вот расширение, оно выравнивает изображение по стилю, если вы выбрали Batch Size. То есть похожее изображение создаёт, но прям вот с небольшими отличиями. Дополнительное расширение здесь появилось Multi Diffusion, разбивает изображение на тайлы при генерации. И ещё дополнительное расширение появилось Dynamic Trash Holding CFG Fix. И что это за опция такая Dynamic Trash Holding CFG? Эта опция позволяет делать CFG не просто статичным, вот мы сейчас выбрали 6 или выберем 20, к примеру. Она позволяет делать CFG динамичным, то есть задать функцию изменения этого CFG по времени генерации, то есть в зависимости от шагов генерации. И давайте немножко разберёмся с этими функциями. Здесь, в общем-то, есть значение, начальное вот это вот значение. Если здесь стоит Min, Starting, то будет вот это вот начальное значение. Если 0, то будет от 0 функция начинаться. Threshold Presently – это насколько сильно будет это расширение влиять. То есть в процентном соотношении единицы полностью влияет. 0,9 значит на 90% влияет. Ну если поставим 0,5, то будет влиять, в общем-то, на 50%. Соответственно, вот это вот CFG будет сильно завышено и будет такое выжженное изображение. Дальше вот этот MimicMod – это функция константа, то есть постоянная функция. Линейная функция вниз, косинус вниз, половина косинуса вниз. Ну а эти вверх, то есть обратные. Есть ещё параметр MimicScaleMinimum, то есть это минимальный CFG. Например, у нас функция косинуса начинается вот от этой точки, она идёт вниз. И в нижней точке она касается вот этого минимального значения 8. Дальше она поднимается и поднимается до значения CFG20. Все вот эти действия будут происходить по Sampling Steps. То есть каждая точка – это Sampling Steps. Чем у вас будет меньше Sampling Steps, тем эффект вот этот вот будет более резкий и более ломаной функции. По крайней мере, вот так вот я представляю, как работают вот эти параметры. Как там на самом деле, может быть, немножко отличается. Но это точно функция, то есть изменение CFG по шагам, то есть или по времени генерации, грубо говоря, вот так. В общем-то из функционала Forge вроде бы всё, я вроде бы ничего не пропустил. Давайте я немножко расскажу про свою сборку, которую я сделал на базе Forge. Вот такие вот два архива вы можете скачать либо из чата Telegram, либо с Яндекса. Ссылки будут в описании под этим видео. Моя сборка по традиции бесплатная. Чтобы воспользоваться моей сборкой, вам нужно установить 7-zip архиватор и распаковать первый архив. Нажимаете по первому архиву, нажимаете «Распаковать» и нажимаете «Ок». Буквально 30 секунд и моя сборка распакована. Заходим в эту сборку, открываем WebUI, открываем Models, открываем Stable Diffusion и помещаем в эту папку вашей модели. Теперь возвращаемся в корневую папку Forge Stable Diff и запускаем RunBat. После запуска RunBat у вас будет уже вот такой вот интерфейс. Это расширение, автоматический переводчик. Сюда вы пишете на русском или на любом другом вашем языке. Нажимаете Enter и получаете перевод на английский. Также это расширение является системой для управления токеном. Здесь вы можете схватить любой токен, переместить его в нужное вам место. Можете по этому токену дважды щелкнуть и его выключить на время. Потом опять же дважды щелкнуть и включить. Можете навести и поднять ему вес или уменьшить вес. В апскейлере HiResFix я здесь включил дополнительно возможность добавлять модель. Причем вы можете генерировать на SDXL модели. А здесь делать апскейл в HiResFix на модели 1.5. И при таком вот варианте апскейла с моделью 1.5 апскейл получается достаточно неплохой. На мой взгляд даже в некоторых случаях лучше чем апскейлить с SDXL моделью, которая по умолчанию здесь стоит у нас в чекпоинте. Также появляется возможность выбирать другой сэмплинг метод для апскейла. И можно вводить позитивный или негативный промпт. Если вы здесь ничего не ввели, то берется промпт вот отсюда, который вы указывали при генерации. Строено расширение SDXL Styles с моими стилями, последними на данный момент. Строено расширение Reactor. И библиотека InsideFates уже здесь установлена. Заполненный файл Style.csv. Расширение Interagator для считывания промпта с изображением. Расширение Canvas Editor для составления визиток, баннеров. И просто поиск изображения вот здесь из-за Unsplash. Расширение Photopea. Расширение Remove Background для удаления фона с изображения. InPainting Background, вот такая вот опция, для удаления фона с изображения и перегенерации этого фона сразу же. На этом, в общем-то, все. Но если вы какие-то моменты не понимаете, или у вас нет времени на изучение разрозненных уроков, то у меня есть последовательный курс по изучению автоматик 4 единицы. Это курс от новичка до профессионала. Здесь вы можете последовательно пройти изучение автоматика поэтапно. Свой курс с своей поддержкой я продаю исключительно только на платформе StableGIF.ru. Поэтому переходите на сайт, читайте описание, читайте программу курса, задавайте вопросы, если вам что-то непонятно, контакты здесь указаны. Также переходите в нашу большую группу Telegram, где вы можете задавать вопросы технического характера или делиться своими артами. А если вам нужно больше видео обучающих материалов, то заходите ко мне на Boosty StableGIF.ru, ссылка будет в описании. К каждому видео прилагаю максимальное количество ссылок, максимальное количество информации. Вот, например, к этому видео я здесь приложу ссылки на ControlNet, которые я сам использую, ссылки на лоры, а также ссылки на дополнительные ресурсы. А на этом спасибо за просмотр и поддержку. Всем хорошего настроения, удачной генерации. Всем пока.